Но сегодня мы определим, кто сильнее не по тактике, не по индивидуальным качествам и не по форме игроков, а по красоте их вторых половинок. Ворота номинальных хозяев защищает Юлия Пятого. Уж кто-кто, а она точно не гналась за славой и богатством. Андрей познакомился с ней на дискотеке, еще в те далекие времена, когда стоял на воротах в дубле Полтавской Ворсклы. Юля согласилась выйти замуж после предложения по СМС и уже успела родить троих девочек и пока ни одного будущего вратаря сборной. Центр защиты в надежных руках Ирины Кучер. Ирина после рождения ребенка не стала зацикливаться только на воспитании сына, а занялась бизнесом. До недавнего времени она управляла бутиком в центре Донецка, в который сама привозила последние хиты из Милана, за что и прослыла одной из самых известных модниц Украины. Пару Ирине составляет Оля Ракицкая, которая не ведет светскую жизнь, а занимается работой по дому. Все потому, что Ярослав запрещает ей работать. Он просто открыл для нее карту и ежемесячно сам платит ей зарплату. Ярослав так благодарит ее за то, что она буквально кормила и приютила его, когда парню было всего 16 лет. Но все же сидеть дома Оля не захотела и показала свой талант, сняв красивый и патриотический клип про Донецк. Супруге Коваля о таком можно только мечтать. Молодая жена Вячеслава Шевчука Инна также особо не напрягается. Как говорит сам футболист, ее цель в жизни, чтобы у нас родились маленькие шевчуки. Воспитывать их, ухаживать за ними и чтобы они были культурными детьми. Все в папу. А вот капитанская жена Мирелла Форич Сарна одна из немногих моделей среди всех жен горняков. Хорватская красавица весьма популярна на родине и даже стала основательницей регионального отдела бюро 24-7. В центре поля нас радует Маргарита Степаненко, которая стала избранницей Тараса два года назад и уже успела подарить ему двух сыновей. Маргарита сложа руки не сидит и занимается созданием хенд-мей украшений вместе с Юлией Кривцовой. В их группе ВКонтакте можно купить браслет всего за 100 гривен. Согласитесь, неплохая прибавка к миллионной зарплате Тараса. А вот Фернандо креативно подошел к поиску спутницы жизни. Его выбор пал на девушку по имени Фернандо. Футболист сначала познакомился с девушкой, начал общаться по интернету, а после она познакомила его со своей сестрой. Собственно, это и была Фернандо. Тайсон не стал следовать примеру бывшего одноклубника Эдмара и все-таки выбрал бразильянку, а не украинку. Габи Матиас пока единственная спутница футболиста-шахтера без штампа в паспорте. И о свадьбе пара еще не заявляла, но девушка уже намекает Тайсону и часто одевает белые платья. Алекс Тайшейра женился на бразильской девушке Кристине Тайш. Свадьба состоялась в июне 2014 года и на ней присутствовала вся бразильская диаспора шахтера. На этом торжестве объявил о своей свадьбе и Дуглас Коста. Вингер Горняков также женился прошлым летом в Бразилии. И теперь посвящать все свои голы жене Луизе. Избранница не побоялась и отправилась замужем в Украину. Луиза также ведет спортивный образ жизни, о чем можно узнать из инстаграма Дугласа. Луиза Адриана, его жена Камила уже подарила дочку, а он в ответ не забывает баловать своих девочек подарками. К примеру, Луиз с ними полетел на частном самолете в Париж, где провел 4 увлекательных дня. А на первую годовщину Алисии устроил ей сказочный праздник, на котором дочка была в роли принцессы. Мирча Луческу считает, что жена это его лучший друг и все его победы достигаются только благодаря поддержке Нелли Луческу. Она начинала свою семейную жизнь в маленькой квартире родителей мужа в Бухаресте, когда о мистере толком никто не знал. А в итоге доросла до супруги самого высокоплачиваемого тренера украинской премьер-лиги. Причем в молодости Нелли даже хотела издать небольшой букле с причинами, по которым девушкам не следует выходить замуж за игроков. Переходим к гостям. На воротах натуральная блондинка Ольга Аленова. Она, по правде сказать, не типичная жена футболиста. Бизнес-вумен с двумя высшими образованиями, дизайнер с 10-летним опытом на фэшн-рынке Украины и обладательница премии восьми светских леди Украины. Ольга встретила Сашо, когда была уже сама достаточным и реализовавшимся человеком. А гонорары Сашо на тот момент было смешно озвучивать. Так что смело можно сказать, что Ольга полюбила Шавковского явно не за его деньги, а за его богатый внутренний мир. Девушка Хачериди Виктория Шатохина недавно окончила НАУ. Евгений любит дарить Виктории много цветов. К примеру, огромные букеты из 433 роз. Девушка тоже делает Евгению неординарные подарки. Так, она однажды заказала Жене бигборд поздравления и признания в любви, который достаточно долго стоял не где-нибудь, а в одном из центральных районов столицы – Печерск. Что еще раз доказывает силу чувств Виктории к Жене. А в прошлом году сделала открытку из совместных фотографий пары. Семья ждет ребенка, но еще не узаконила свои отношения. Бруно Палермо Силва переехала в Украину только в начале марта 2014 года и стала уговаривать Данила Силву покинуть Украину. Но его останавливает не только контракт с Динамо. А вот сам Силва неоднократно говорил, что готов принять украинское гражданство, так как на 50% чувствует себя украинцем. Правый фланг в надежных руках Иваны Гугич – самой красивой девушки Хорватии 2014 года. 21-летняя студентка-экономистка влюбилась в настоящего красавца Дамогоя и после победы в конкурсе красоты отказалась от карьеры модели ради будущего избранника. Ивана переехала в Киев, так что скоро пара сыграет свадьбу и уже ждет ребенка. А вот Витарино Антонович свою жену скрывает от камер и общественности. Может это и хорошо? Так точно не произойдут истории с родни похождения Джона Терри. Так же можно сказать и про Виталия Буяльского. Все, что известно о его девушке – это то, что ее зовут Алина, и она также родом из поселка Калиновка Винницкой области, как и сам футболист. Судя по игре Виталия, Алина скоро приедет покорять столицу. В центре поля играет Анна Сидорчук. По образованию она экономист, закончила Запорожский национальный университет. Познакомилась она с Сергеем благодаря пирожку из Макдональдса. Как обстояли дела дальше, история умалчивает. Но финал всем известный. В декабре 2014-го Анна и Сергей узаконили свои отношения. И теперь заботливая жена Динамовца не позволяет ему есть фастфуд, а готовит любимое блюдо Сергея – борщ. Денис и Снежана Гармаш сыграли свадьбу два года назад, в день рождения Дениса, чтобы наверняка сэкономить на подарках от гостей. В августе прошлого года у пары родилась девочка, которую назвали Миланой. И Денис показал, что понятие «динамовская семья» для него не пустое слово, так как Гармаш взял кумовья Сергея Рыбалку и жену Артема Кравца – Анну. Разница в возрасте у Маши и Олега Гусевых составляет 11 лет. Мария на последнем курсе университета изучает английский и китайский. В будущем планирует открыть необычный для жен футболистов бизнес – салон красоты в автомойке, чтобы любой мужчина мог привести себя в порядок, пока моют его машину. За рождение дочери Олег подарил жене черный гелендваген с надписями «Спасибо за дочку» и «У нас девочка». Стоит отметить, что у Олега явная страсть к блондинкам, ведь его бывшая жена также была эффектной блондой. А вот и лидер атаки белосиних – Инна Ярмоленко. До встречи со своим избранником Инна мало что понимала в футболе. Они познакомились на одной из столичных тусовок – на дискотеке в Гидропарке, куда Андрей пришел отпраздновать конец сезона в «Динамо-2». В начале отношений он не говорил Инне, что является профессиональным футболистом. Инна – специалист по международному праву и долгое время работала директором американского благотворительного фонда. Так что разбираться в спорте времени у нее явно не было. Анна Кровец еще во время учебы в университете открыла туристическую компанию. Любит посидеть за швейной машинкой и сшить вещь другую. С Артемом познакомилась в боулинг-клубе в Киеве. Ходили слухи, будто Анна – дочь вице-президента «Динамо-Киев». Но это не так. Анна – простая червоноградская девушка. Ходят слухи, что нынешний тренер «Динамо» 10 лет назад был якобы улечен в романе с Ани Лорак. Но все же вернулся к жене Людмиле. Также говорят, что после этого романа Ани Лорак написала свой хит «Роскажи». Ну а Людмила, как и большинство жен футболистов, хранительница домашнего очага. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова